Друзья, уважаемые радиослушатели, дамы и господа, приветствуем всех на волне радио Славик Фэмили 10.40 АМ. Я вижу, что у нас пошла видеотрансляция в Фейсбуке, это значит, вы можете к нам подключиться, чтобы не только нас слышать на волнах, радиоволнах коротких АМ вещания, можете также и увидеть меня и, собственно, мою прекрасную соведущую, эксперта в сфере изучения американского английского языка, лингвиста Елена Гирич из школы Daily Communications. Леночка, добрый день! Добрый день, Оленька! Здравствуйте, друзья! Присоединяйтесь к нам. Как всегда, в четверг мы отправляемся в удивительный мир изучения американского английского языка. Сегодня мы будем говорить об изучении английского языка, об английском языке и будем говорить об Инстаграме, потому что у меня есть страничка в Инстаграме, так же, как и у меня есть канал в YouTube. И эти соцплатформы я использую для того, чтобы так же поделиться с вами знаниями английского языка. И каким образом, например, в моём канале YouTube вы видите видео, видео моих путешествий, видеоуроки, которые мы записывали с Оленькой по курсу школы, видеоуроки по подготовке к экзамену на получение гражданства. Но дело в том, что мой канал называется так – American English and World Travel with Елена. И вот буквально я с Олей поделилась до начала эфира. Один мой подписчик написал мне вчера сообщение. «Елена, ваше название настолько длинное, что когда я читал, в конце я уже заснул». И я ему, конечно же, ответила спасибо большое. Есть ли у вас какие-нибудь предложения, как, в общем-то, назвать мой канал короче? Я хотела бы обратиться также и к тебе, Оля, и к вам, друзья. Если у вас есть идеи, как назвать канал, где преподаватель путешествует по миру и также преподает английский язык, как его назвать, чтобы это было кратко и лаконично? Вот это мой первый вопрос. Но это не связан с моим вопросом, на который я всё-таки прошу вас отвечать. Просто, если у вас есть какие-то идеи, напишите мне, напишите Оле, и мы посмотрим. Может быть, мы как-то изменим это название. Что касается Инстаграма, там я представлена как Елена Гирич, преподаватель школы Daily Communications в городе Портланд. Ну и не только, потому что сейчас занятия проходят ведь не только в школе, не только в классной комнате, но и в режиме онлайн. Поэтому любой студент, где бы он ни находился географически, может записаться в школу. Вот. И прежде чем мы начнём, и почему, я объясню, почему я решила сегодня поговорить о своём канале Инстаграма, это тоже будет связано с изучением английского языка. Но, как всегда, по традиции, прежде чем мы начнём об этом говорить, я задаю вам вопрос. Сегодня он возник во время выполнения упражнения с моими студентами в утренней группе. У них была такая фраза. Они должны были составить правильно, как написать направление, как пройти от пункта А в пункт Б. Вот такое у них было упражнение на английском языке. И там нужно было пройти и выйти из леса. И как эта фраза звучала? Как ты думаешь, Ручка? Вот выйти из леса. Go out of the woods. Вот. И когда мы делали это упражнение, они спросили, да, это, в принципе, я им сказала, что это действительно вот обозначает выйти из леса. А также я им ещё сказала, вы знаете, ребята, это также и сленговое выражение, которое имеет немножко другое значение. Так вот сегодня как раз это вопрос для нашего эфира. Очень интересно. Ну, обозначает фраза, напиши её, пожалуйста, out of the woods. И я, кстати, вам подскажу, у Тейлор Свифт есть даже такая песня, которая именно, эта фраза присутствует в её песне. Очень довольно-таки популярная. И что она обозначает, эта фраза, в американском сленге? Вот наш вопрос. Ручка, огласи телефон или... Номер телефона 971-220-3344. 971-220-3344. Именно по этому номеру ждём ваши варианты ответов на этот вопрос от нашего преподавателя Елены Гирич. И также вы можете писать ваши комментарии под наши видеотрансляции в Фейсбуке. Она вот так выглядит. Тут можно нас видеть. И вот здесь оставлять комментарии. Мы их тоже увидим. И если вы правы будете первыми разгадать эту загадку, то мы гарантируем вам подарок от нашего медиа-центра SlagFamily. Ну, а мы теперь вернёмся к Инстаграму. Как вы знаете, в Инстаграме вы выставляете свои публикации, как-то по-английски, posts. А также истории. Как это по-английски? Stories. Stories. И вот истории, наверное, самые популярные. Потому что, когда я открываю Инстаграм свою страничку, мне хочется сразу пролистать истории всех моих друзей, подписчиков и тех, за которыми я слежу, как говорится, follow and watch their life. И также и я выставляю истории. Иногда это просто мои фотографии, иногда это видео, а иногда это фотографии и видео со значением. И что я имею в виду? Я вам покажу. Вот, допустим, я могу выставить любую фотографию, а далее идёт вопрос «Проверь свой английский». И я даю два варианта, либо это два предложения, либо это два вопроса, которые соответствуют вот этой истории, или этому видео, или, да, этой фотографии. Вот. И они очень похожи, и в то же время они разные. И один вариант правильный, а другой нет. И вот все мои студенты, мои друзья, они могут как бы проверить свой английский и выбирать правильный вариант. Это в виде игры, я тоже в этом участвую, мне очень нравится. Да, ты участвуешь. Многие, кстати, очень многие в этом участвуют, им нравится. И никто не боится ошибок, кстати. Сначала, в начале, когда я как бы ставила эти все тесты для своих студентов, многие просто просматривали истории, но не участвовали. А потом, я сказала, много приходилось работы провести, чтобы никто не боялся, и люди, в принципе, принимают участие. Так вот, сегодня мы как раз пройдёмся по нескольким этим историям и рассмотрим разные варианты. Почему я решила пройтись? Потому что, когда ты выбираешь правильный вариант, иногда ты не понимаешь, почему этот вариант правильный. И дальше нет объяснения. Ну, мои студенты в школе могут мне задать вопрос, а почему это была ошибка, а это был правильный вариант. А, в общем-то, подписчики мои как бы не знают это. Наверное, мне придётся пересмотреть формат, и в следующий раз, когда я буду задавать вопрос, наверное, следующая картинка будет объяснение, почему это был правильный вариант, а это нет. Вот сейчас мы займёмся с тобой этим видом деятельности. Итак, Оленька, смотри. Вот первая картинка, это первая история, первая картинка – это цветок. Какой это цветок? Это мак. Да. Как он по-английски? Вот сейчас я тебе даю два слова, вот сейчас я тебе даю слово, потому что тут было написано «красивый мак». Нужно было сказать «beautiful». Да? Beautiful. Ну и вот дальше идёт два слова. Пиши их. Первое слово – P-O-P-P-Y. Прямо напиши их рядом. Первое слово и второе. Да. А второе слово – P-U-P-P-Y. Паппи. Итак, какое же это из этих слов будет мак? Первое. Первое – паппи. Паппи. Иногда мы говорим от… А второе слово что такое паппи? Это щеночек. Это щенок. Правильно. Я методом исключения не знала, как мак пишется, но подумала, что всё-таки не так, как щенок. Да, да. То есть, если вы знаете щенок, то вы, конечно, выберете мак. Следующая картинка – девушки пьют шампанское. Итак, вопрос был такой. Люблю пить шампанское. Как сказать «люблю пить»? И вариант такой. Love drink, love drinking. Love drinking. Конечно. Объясни, почему? Ну, потому что это в целом ты глобально любишь делать. Правильно. И главный глагол у тебя love, да? Да. Love. А почему нельзя сказать drink, а нужно сказать drinking? Или to drink? Ну, вот никак нельзя сказать второе слово, просто drink. Потому что, да, потому что, ну, тогда либо to нужно добавить, чтобы «люблю попить». Что делать? Пить, да? Главный глагол «люблю», что делать? Пить или там выпивание шампанского, герунди drinking. Но если вы поставите love drink, у вас получается «люблю пью». Да. Поэтому всегда нужно помнить, что… Это нужно end. По глаголам. Love and drink. Когда вы видите два глагола вместе, подумайте, какой глагол главный. А второй глагол вы должны поставить или в форме инфинитива «что делать?» пить, или в форме герунди. Да. Итак, следующая фотография моей подруги и ученицы, которая постоянно выставляет свои фотографии на природе. Да. У меня вопрос есть по предыдущему, по поводу drinking. Может, могла бы ты объяснить, почему именно в этом случае, что я в целом люблю, например, что-то делать, это будет в форме именно герунди. Почему в этом случае именно герунди? Нет, у тебя главное слово love, поэтому оно в целом. Ты же не говоришь «I am loving» или ещё что-то. Да, да, да. Но почему именно drinking? Почему drinking, а почему не to drink, да? Можно to drink тоже сказать. Нельзя сказать love drink. Вот это нельзя сказать. Но как было бы правильнее? Но можно сказать и love to drink, и ты знаешь, почему ты учила инфинитив. И drink – это когда частичка to добавляется к глаголу, и глагол становится в форме инфинитива, отвечает на вопрос «что делать?». Да? Я люблю что делать, я люблю пить. I love to drink. Это был бы тоже правильный вариант. То есть это абсолютно одинаково правильные вещи, да? Да. А второй вариант – love drinking. Если вас интересует эта тема, мы могли бы её подготовить специально на следующую программу. И я сейчас объясню, это очень важно. Потому что кроме инфинитива – to drink – есть ещё и форма герундия – drinking. И есть определённые глаголы, после которых рекомендуется ставить только герундий. Love – это глагол, который может ставиться вместе и с инфинитивом, и с герундиям. Но давай я подготовлю тогда эту тему. Я думаю, будет интересно. Ну а мы возвращаемся к моим историям. Итак, вот эта моя ученица очень любит путешествовать. И в природе она находит потрясающие какие-то моменты. Она находит камушки в виде каких-то животных, какие-то листочки. И я написала, что она любит мир, а мир любит её. Да, Олечка, вот как бы ты сказала? Она любит мир, а мир любит её. She loves the world. And the world loves her. Да, а второй вариант был такой. She loves the world, and the world loves her. Какой вариант, правильно? Твой или тот? Первый, потому что мы добавляем в третьем лице, единственном числе, когда кто-то решает какое-то действие, да? То есть ты не можешь сказать she love, she cook, she drink, he drive. Ты не можешь так сказать. Нужно добавить окончание s. Следующая история. Прекрасный малыш, это видео было, которому, в общем-то, сделали стрижку. И я хотела сказать, самая лучшая стрижка. Как это сказать? Best haircut ever. И стрижка написана в двух вариантах. Первое haircut как одно слово, второе haircut как два слова. Какое правило? Я думала, что вместе. Да, напиши нам, пожалуйста, и мы познакомимся с этим словом. Haircut – это стрижка. H-A-I-R-C-U-T. Да, вот это был бы правильный вариант. Далее, украинская девушка готовит борщ. Написано так. Расскажи мне, расскажи мне, как ты готовишь борщ. Ну, как это? Tell me how you cook борщ. Или how you make борщ. А второй вариант был такой. Tell me how do you make борщ. Какой вариант правильный? Твой или то, что я озвучила? Я думаю, что мой. Правильно. Потому что здесь нет вопроса. Поэтому нам и не нужно ставить do you. Если бы не было слова tell me, я просто бы спросила, как ты готовишь борщ? How do you make борщ? Это был бы вопрос. И я поставила бы вспомогательный глагол do. А если я говорю tell me, это не вопрос. Это уже утвердительное предложение. Tell me how you make борщ. Так что, Олечка, ты абсолютно правильно ответила. Ура! Очень такая была смешная картинка, когда... Это даже видео. Когда невеста на свадьбе бросает свой букет. И вместо того, и её все подружки, вместо того, чтобы ловить этот букет и определить, кто будет следующий, который выйдет замуж, стоят в чёрных платьях и пьют шампанское. И вопрос был такой. Кому это нужно? Вот учиться по этому поводу. Как бы ты сказала по-английски? Кому это надо этот букет? Who really needed? Who? Нет, там слово заботиться. Как быть заботиться? Who cares? Да, да. И вот там был вариант или who cares, или who care. Что мы с тобой? Та же самая тема, что мы говорили. He, she, it. Нужно добавлять окончание с. А who идёт как единственное число. Этот вопрос. Кто? Далее. Красивая картинка, когда Солнце целует Землю. Вот так, кстати, называется наша Земля, наша планета. Как это будет? Ear. Earth. Ну вот скажи, солнышко целует Землю, потому что прекрасный закат, солнышко, как бы. Sun. The sun. The sun kisses the earth. А второй вариант был просто kiss. И опять же, ты сказала правильно, потому что та же самая тема. Да мы чаще забываем эту С. Мы забываем эту С. Лет шесть меня Лена учила. Дрессированная просто. Показывала, у неё есть в школе специальная такая табличка, потому что это любимая ошибка всех учеников забывать, добавлять букву С к глаголам, когда речь идёт о местоимениях третьего лицейненского числа. И вот здесь у меня, кстати, для тех студентов, которые онлайн занимаются, вот у меня есть такая открытка, и вот эта буквочка S, которая напоминает им, что нужно говорить не she work in a bank, а she works in a bank. Помните об этом. Это показатель того, что ваш язык правильный грамматический. Следующий. Красивый водопад. Ручка, как мы скажем? Красивый водопад. Beautiful waterfall. И опять же вариант. Waterfall как одно слово или waterfall как два слова? Какое ты выбираешь? Общее слово. Одно. Напиши потом waterfall. Fall пишется F-A-L-L. Да, одно слово, да. Теперь, опять же, прекрасный малыш, которому сделали стрижку, и видео показывает, как мастер делает стрижку малышу, отвлекая его. И я хотела сказать, он делает свою работу так хорошо. Он делает это так хорошо. Какие варианты? Он делает это. Кстати, посмотри, он, как ты скажешь, делает. He does it very well. А второй вариант был бы he does it very good. Какой вариант правильно? Very well. Вот видишь, ты все неправильно отвечаешь. А это потому, что я занимаюсь Еленой Нагиричей в 8 лет. А почему не проходит very good? Потому что это значит хороший. Да. Слово «эпилагательное» – хороший. А слово «well» – это наречие, которое обозначает хорошо. Кстати, когда вам задают вопрос «как дела?» И вы хотите сказать «очень хорошо», вы часто слышите везде, говорят «I'm good. I'm good». Мы об этом говорили отдельно. Почему так произошло? Ведь это же неправильно. Нужно сказать «I'm very well» и «I'm doing well» и так далее. Откуда взялось «I'm good»? Помнишь, я рассказывала? В 70-е годы в Америке была подвижение панков и хиппи. Панк и хиппи. Все были такие вот «свобода», «хочу освободиться от всех ограничений». Вот, и появилось выражение такое, выражение в языке «I'm good». Это значит «я такой классный», «я весь такой крутой», «вот я такой панк», «я отличаюсь от всех вас». «Я хиппи», «я от всех вас отличаюсь». «I'm good». И потом как-то ушло это движение, а вот фраза в языке осталась. И поэтому это неправильно, но вы часто слышите, люди говорят «I'm good», не задумываясь над тем, правильно или нет. Следующая картинка. Есть у нас еще время? Да, это какой-то сленг. Сленг, очень подростки любят. Чтобы их не трогали, они созаемают. А, это очень дорого. Но это другое выражение. Это другая ситуация, конечно. Давай, мы уже как бы затронули это слово, я расскажу. Да, пожалуйста. Вот, допустим, ты закончила какие-то дела в офисе, в офисе у своего доктора, да? Все, ты уже сделала. И тебе говорят «you're good to go». Что это такое? Ну, ты свободен. Все, с тобой мы закончили, ты уже можешь идти. Или «I'm good, я сам справлюсь с этой ситуацией». Ну, например, я прихожу в магазин, и мне нужно померить туфли. И тут подходит... Do you need help? Да, и тут подходит ко мне, допустим, продавец и спрашивает, типа, Do you need help? Can I help? И я говорю «I'm good», это значит «я в порядке». Я справлюсь. Я в порядке, я справлюсь. Да, я в порядке, я справлюсь. Но я просто говорила немножко о другом колесе, и говорят «how are you?», «how are you doing?», «good», вместо «I'm well». Между прочим, я себя ловлю на этой мысли. Когда я прихожу в магазин, я о чём не думаю, и меня спрашивает продавец «how are you today?», я говорю «good», и сразу «and you», а мне отвечает «I'm doing very well», продавец в магазине. И я такая думаю, ничего себе, вот надо думать. Это какой-то сленг, мне кажется. Это просто устойчивое выражение, да, это устойчивое выражение. Мы слышим, как-то подростки, они, может быть, специально, чтобы не говорить правильно, они говорят «what's up», он говорит «I'm good». Ну да, это же сленговое выражение, помнишь, мы с тобой смотрели «what's up» вместо того, чтобы «how are you», да? «Hey, what's up», «what's up», «как дела», «what's up». Сленг на сленг. Да, это не переводится, что наверху, «what is up», да, это переводится «как дела», «что суда». Ещё «what's up» — это в чём дело, да, помнишь, это второе «what's up». Хорошо, переходим к следующей истории. Африка, идут медленно, красиво слоны. Ух ты! Я хотела сказать «идут медленно», пешком идут просто. Walking, да. Walking slowly. Правильно, а второй вариант был walking slow. Какой же, верно? Слоуный, медленно, потому что добавляем... Потому что тоже наречие, да? Объясни, что такое наречие. Наречие — это слово, которое описывает действие. Да. Как оно происходит? Медленно, быстро. Как я что-то делаю? Медленно, быстро. В русском языке это окончание «о», а в английском нужно «ly». Вот, допустим, есть реальный. Real. А как сказать «реально»? Really. Slow. Медленно. Медленно. Slowly. Быстро. Quick. Quick. Quickly. Да, обычный. Usually. А обычно? Usually. Всё, разобрались с этими словами. Следующее. Вот это уже более сложный вариант. Это время present perfect. Present perfect. I have done, I have seen и так далее. Вот здесь... Мы его используем, чтобы описать... Ну, наверное, о нём мы тоже поговорим отдельно. Это вот, наверное, у нас два там важных задания. Мне подготовить один эфир вот по первому вопросу, который ты задала, и второй эфир всё-таки посвятить present perfect. Но дело не в этом. Вот. Красивые дельфины, которые, ну вот, прям прыгают из воды и так далее. И вопрос такой. Вы когда-нибудь видели танцующих дельфин? Во-первых, как будет танцующий дельфин? Dancing dolphin. Dolphins. Правильно. Ну, как спросить? Ты когда-нибудь... И слушай... Have you seen? Have you seen или did you see? Вот что сюда подойдёт? Have you seen? То, что это experience. Правильно. Потому что это твой жизненный опыт. Вот время present perfect для тех наших друзей, которые знают, о чём я говорю present perfect, мы ставим тогда, когда мы говорим о своём жизненном опыте. Поэтому не надо спрашивать просто о прошедшем времени. Did you ever see? Это неправильно. Нужно сказать have you ever seen? Далее. Винни-Пух. Было очень интересное видео. Говорит на немецком языке. Идёт там, шагает и что-то на немецком языке говорит. И я написала следующее. Ты знаешь, что он говорит? Ты понимаешь, что он говорит? Как это сказать? Do you understand what he is talking about? А у меня было такое. Слушай. Do you understand what he is talking? What he is saying? Там было так. Или do you understand what is he saying? What he is saying? Или what is he saying? Какое ты выбираешь? Ну, если вопроса нет, то логично, что... Молиться. Правильно. Если бы не было первой части do you understand, первая часть – это уже и есть вопрос. Вторая часть – это просто предложение к вопросу. What he is saying? Как простое предложение. А вот если бы не было do you understand, просто ой, что он говорит? Тогда бы ты задавала вопрос. What is he saying? Да? Нам пришло сообщение в эфир. Давай. Нам пришло сообщение... Так. Здравствуйте, девушки. Можно ли вас попросить? Я всегда путаюсь с предлогами. С предлогами время и место. Такая тема. Я путаю ещё со школы и здесь тоже. Да, есть такая тема. А время и место – это именно какие? Есть предлоги времени – это первая тема. Есть предлоги места – это вторая тема. Ну вот я приведу несколько примеров. Понятно тогда. И ты поймёшь, о чём речь. Вот, например, есть категория «С днями, недели». Ну да, да, да. Всё ясно. Какой предлог ставится? Ты же знаешь. «С днями, недели». А если с временем, то... Я хочу сказать «понедельник». Какой я предлог ставила? «Он мандэй». Вот. Значит, я тогда... У меня три тема подготовить тогда на следующий раз. И мы посмотрим. Скорее всего, наверное, на следующий раз мы рассмотрим вот эти предлоги. Предлоги времени и предлоги места. А что такое предлоги времени? «Он». Предлог «он» ты использовала с днём недели. Ты знаешь правило, что «с днями, недели» нужно ставить предлог «он». Да? Это предлог времени. А что такое предлог места? «Положи книгу на стол». Как ты скажешь? «On the table». «On the table». Это уже «он» является предлогом места. Потому что он показывает местонахождение какого-то предмета на отношении к другому предмету. Ну, мы посмотрим. Я вам обещаю, что я подготовлю, наверное, первую часть. На следующей неделе мы поговорим о предлогах времени и о предлогах места. Вообще, спасибо нашим слушателям, потому что мы давно не получали прямо такие вопросы. А, звоните вам. Мы начинаем. В этом году будут немножко, наверное, другого плана эфиры и больше образовательные. Больше будем смотреть грамматические правила, слова и так далее. Следующие. Следующие. Я сейчас выберу самое интересное. Итак, посмотрите. Красивое облако в виде сердца. Такая красивая картинка. И два варианта, два варианта, так сказать, предложения. Оля, слушаешь? Потому что ты будешь... Пожалуйста. Моё сердце принадлежит тебе. Принадлежит тебе. Правильно. Но это было выражение. Здесь нет никаких объяснений. Здесь выражение. Это, то есть, как фразеологизм, да? Тоже такое уже стоявшееся выражение? Да. И вот, кстати, по поводу предлогов времени. Вот здесь такая интересная картинка. Чашечка кофе и бокал. И week and. Получается, выходной. Weekend. Да. И тут вопрос такой. Что ты делаешь в выходные? Как спросить? What are you doing? Не-не-не. What do you do, став? Потому что мы спрашиваем в общем. Не в данный момент. Да. What do you do? What do you do? Weekends. А как ты скажешь в выходные? Вот тебе и предлог времени. Как ты скажешь в выходные? И тут такой был вариант. On weekend? On weekend? Нет-нет. Тут должен быть предлог. On weekend или in weekend? On. Правильно. А почему? Потому что как дни недели. Потому что как дни недели. Мы только что говорили с тобой, что предлог именно с категории дни недели нужно ставить предлог on. Следовательно, и выходные сюда идут. И если ты хочешь сказать в Рождество, on Christmas, в мой день рождения, on my birthdays, это категория дней.